Вот блин так всегда. Пересекаешься взглядами с красивой незнакомой девушкой где-то на эскалаторе и буквально за одну секунду искра буря безумия заявление в полицию. А теперь внимательно изучите противоугонную систему, которая поможет вам оставить девушку без присмотра так, чтобы её никто не увёл, в том числе, чтобы она даже сама себя никуда не ушла. Девушка шла к парню на моторуллере, но в итоге её опередил другой парень. Вот такие современные реалии. Девушкам приходится конкурировать за красивых мужиков на моторуллере не только с другими девушками, но и с другими красивыми мужичками. Странная ситуация. Парень прибирается, девушка лежит. Другая девушка её целует и парень получает леща. Модель абсолютного матриархата какая-то. Всем привет, это канал Свой в доску. И сегодня у нас подборка популярного видео из тикток. Парень пытается украсть сумку у девушки, но она оказывается слепой. Кстати, воруя сумки тоже недолго ослепнуть, если у женщины будет с собой перцовый баллончик. И недолго остаться инвалидом, если будет с собой электрошокер или травмат. Но воришке повезло, потому что у этой с собой была только трость. А, только хитрость. Но воришке повезло, потому что у этой с собой была только хитрость. Бесят люди, которые садятся на твои вещи и ещё делают из тебя виноватого. Хотя может оказаться, что это не люди, а роботы. И к некоторым, видимо, легко подключиться, лишь бы током не дёрнуло. У этих азиатов вечно технологии на 20 шагов вперёд. Вот терминал оплаты в магазине, который списывает деньги со счёта, распознавая лицо. Главное возле таких не щёлкать клювом. Друзья, переходите в группы и присылайте свои видео по ссылке в описании. И мы обязательно покажем их в своих роликах. Рабочий включил на телефоне звук работы, а сам уснул. Так многие делают. Например, певцы включают фонограмму, пока сами просто что-то там бормочут. Учителя включают видео лекции на уроках. Машины заменяют людей быстрее и незаметней, чем мы думали. Эй, тут занято, уходите. Подглядывать нехорошо. Но, по крайней мере, своими глазами. А через камеру, так уж и быть, можете подглядывать. Зря, что ли, дверь не запирал. Какой-то слишком агрессивный вид розыгрыша. Больше похоже на начало ограбления. Хотя неудобно, наверное, грабить с помощью ведра. Оно под куртку не помещается. Зато смешно бы смотрелось. Поросячий поцелуй очень мило выглядит. Хотя абсолютный не халяль, конечно. Катапультирование кота. Неплохо было бы ловить его сразу в сумку и забирать домой. Внезапный мастер-класс по элегантному закидыванию ноги на ногу. Повторять без подготовки не рекомендуется. А сидя на маленьком детском стульчике, так вообще чревато неловким падением. Девушка во время приготовления еды чихает, вытирает нос, трогает обувь. И логично, что ее тут же отстраняют от готовки. Теперь мне кажется, что в этом и был ее хитрый план. Потому что она устала и не знала, как отделаться от работы. Если вы рукожоп, то это может плохо кончиться. Но, конечно, не так плохо, как если вы рукожоп в присутствии девушки. И еще подгадили ей своей рукожопостью. Тогда лучше медленно отступайте, пока не выйдете из ее поля зрения. Если вы работник банка и уже не знаете, как втюхать кредитную карту клиенту, то попробуйте вот этот способ. Народы Азии хлебом не корми, ну в смысле яичницей. Дай только инь-янь сделать из всего, что под руку попадается. Мне простым способом готовить то лень. А тут целая технологическая карта нужна. И все это будет съедено потом за минуту. Вряд ли тот, кто это съест, постигнет смысл философии инь-янь. Скорее он постигнет удивление, зачем кому-то было так заморачиваться. Хотя если он заработает не с варенья и просидит в туалете полдня, то такую философию точно постигнет. Будьте сосредоточены на своей тарелке, если едите в общепите. Иначе можете случайно залезть кому-то в тарелку. И повезет, если это будет кто-то симпатичный и добрый. Но можно нарваться и на злую старушку, которая вышибет из вас всю дурь на глазах всего кафе. Пару секунд отвлечься на милоту, бессмысленную и беспощадную к нашим сердцам. А что это за дворник на машине? Оу, поняли, приняли, извините, уже уходим. До расставания с девушкой три, две, одна. Немножко жестковато, конечно, похоже на попытку обезглавить подругу, но вроде обошлось и даже забавно получилось. Девушка хотела выбросить бумажку, но напугала мужика. Видимо, бедолагу дома бьют по-самому ценному, раз он такой зашуганный. Это еще что за восстание плюшевого медведя с кирпичом? Видимо, сильно хочет что-то построить. Жалко только, что министерство архитектуры очень против. А эта ситуация попахивает домогательством. Он ведь поцеловать ее пытался, я все видел. Вряд ли он просто хотел придержать ее от падения ртом. Ну или подумал, что она теряет сознание от недостатка кислорода и резко сделал ей искусственное дыхание. Хорошо, когда есть друзья, которые тебя поддерживают даже в больнице и выпьют за твое здоровье. Интересный способ знакомиться. Хотя какой-то слишком запарный. Надо что-то ронять, поднимать, идти, возвращаться. Проще уж уронить сразу номер телефона или, например, карту с отмеченным адресом. Тем более, что у парня, этой дамы, способ прекращать такие вещи очень простой и быстрый. Игра на доверие. Просишь бить по твоей ладони, а потом убираешь. Человек понимает, что нельзя никому доверять. Правда, в этом случае игра перешла сразу в жизненный урок. Что если тебя кто-то обдурил, это не значит, что ты сможешь обдурить кого-то точно так же. Тоже жизненный урок. Никогда не оставляйте свою еду без присмотра. Даже если она у вас в руках. Потому что могут налететь чайки размером с человека, и вашу еду уже точно никто не спасет. С такими навыками есть еду удивительно, что этот парень дожил до такого возраста. Потому что он должен биться головой о стену всю свою жизнь. Кто-то проследите, чтобы он хотя бы не забыл, как пить. Вот это уровень жизни. Тут целый хаски для отсчитывания денег. Боюсь, что свинья-копилка тоже живая. Иногда бывает, совсем не планируешь стать профессиональным танцором. Но у жизни совершенно другое мнение на этот счет. Когда говорят, что девушка вскружила голову, это вполне может быть в прямом смысле, а не в переносном. Девушки вот и до сотрясения могут довести. Ну и вот опять. Хотя бы эта встреча обошлась без травм. Хотя уже слабо верится. Хорошо, что парень хотя бы верит в себя, хоть ему это и выходит боком. Главное пытаться, и однажды получится. Но или не получится, если даже его выпавшие деньги девушка присвоила себе. Видимо, все-таки существует момент, когда пора сдаться и начать избегать конкретного человека. А лучше получить судебный ордер, чтобы он к тебе не приближался. Девушка протирает скамейку. Наверное, потому что на ней спят бомжи, и она хочет посидеть на чистом. Вот только на чистом бомжи тоже хотят с кайфом поспать. И с одеялом. Замкнутый круг. Разучиваем новый трюк. Нужно резко схватить бутылку ногами и подбросить в руки. Трюк, видимо, на случай, если у вас радикулит, и наклоняться совсем не вариант. У девушки, видимо, радикулит и приступы агрессии по отношению к разным странным фокусникам. Как понять, что человек на полном серьезе собирается свалить из страны? Он строит вертосипед. Штаны-полотно. На которых можно даже нарисовать. Например, Мону Лизу. Я бы не стал разрешать сидеть на таких своему коту, потому что можно потом пойти гулять, не заметив, что он отпечатал на ноге отпечаток своего хозяйства. Всегда хотел освоить такой трюк. Но пока получается такой трюк, который парень сделал в конце. Кому-то не нравится, когда об его лоб бьют вареные яйца на Пасху. Но оказывается, это еще ничего. Тут человеку арбуз разбили. Только интересно, что это за праздник такой? Хотя, может, это и не арбуз, а что-то окрашенное? Огромное страусиное яйцо. Ну, значит, это обыкновенный праздник живота. Если вы не знали, что означает слово абьюз, то вот вам яркая иллюстрация. Физического насилия вроде и нет, но моральное налицо. Очень странная свадебная традиция. Она как будто рассчитана на то, что невеста провалится на полпути, и жениху не придется жить с ней целую жизнь. Вот это растяжка. Наверное, девушка шла к этому долгие годы изнурительных тренировок. Ну, или нет. Видимо, она просто капец, какие интересные кеды себе купила. Хочется рассматривать их часами напролет. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какой тикток вам зашел больше всего. И смотрите следующее видео.